Организация детского досуга на время летних каникул для любого родителя всегда является одним из важнейших вопросов. Однако увеличивается число родителей, которые скрывают заболевания своих детей, подделывая медицинские справки, чтобы отправить их в лагеря отдыха. Эти и другие вопросы, связанные с летними каникулами, детей обсуждались сегодня на заседании комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при Акимате города Семей. На повестке дня комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики рассматривалось три вопроса. Одним из них является охват отдыхом детей из малообеспеченных семей в летний период. В прошлом году на организацию летних каникул для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей из социально уязвимых семей, из городского бюджета было выделено 11 миллионов 875 тысяч тенге. В этом году объем финансирования составил 65 миллионов тенге. Летний отдых организован в трех загородных лагерях и в одном санатории. Для того, чтобы убедиться в безопасном отдыхе детей, материнский совет и специальная антикоррупционная мониторинговая группа посетили ряд детских лагерей и обнаружили, что все медицинские справки свидетельствуют о том, что дети 100% здоровы. Такого быть не может, отмечают члены комиссии. Это прежде всего безответственность родителей, ведь они скрывают болезни детей, не думая о последствиях. Были факты, когда у детей была аллергия, какая-то несовместимость с какими-то продуктами. Родители это не сказали. То есть здесь ответственность лежит и на родителях, которые должны все-таки предупредить. Ответственность лежит на врачах. Вопросы, касающиеся безопасности детей, мы должны усилить. В любом ее аспекте. Будь это будет питание, будь это будет проживание, будь это будут какие-то игровые моменты. Целью не была выявить. Мы просто обратили внимание на моменты, что есть диетический стол для детей. Сколько столов таких, сколько детей вот таких есть. На самом деле получилось, что этого нет. Понимаете? На это не уделили внимания. Жанна Жибраева рекомендовала членам комиссии решать вопрос совместно и подчеркнула необходимость усиления ответственности родителей. Всего отдыхом на летних каникулах будет охвачено около 7 тысяч детей из социально уязвимых семей. Кроме того, внимание было уделено детям и молодежи из сельской местности. Благодаря увеличению бюджетного финансирования появится возможность организовать их полезный досуг. В рамках программы «Рухани Жангру» более 5500 учащихся совершили экскурсионные поездки по родному краю. 2000 школьников посетили исторические места по маршруту семей Жидыбай, в историко-мемориальный комплекс Абай и 3500 детей в ветных городах в городе Ускаменогорск. В том числе 1744 учащихся из малообеспеченных семей бесплатно посетили эти исторические места. Поездка будет продолжаться и я надеюсь на то, что до 1 сентября количество учащихся, которые совершили экскурсионные поездки по родному краю, будет еще больше. По информации заместителя руководителя отдела, в этом году в загородных областных лагерях отдыхают более 4000 детей. Из них 3039 эффективно проведут свое свободное время по выделенным бюджетным путевкам. На заседании также был обсужден вопрос использования детского труда. Как ощущается мониторинг по поводу использования детского труда? Никому не секрет, кто-то маме помогает на базаре на рыбе. Кто-то вот здесь вот на велосипедах, машинках, на набережной, я думаю, нам необходимо изучить данный вопрос членами комиссии, пройти, провести соответствующий мониторинг и вынести свое решение, потому как эксплуатация детского труда в нашем обществе не допустима. Еще один вопрос, затронутый городским отделом образования, касался организации досуга детей, состоящих на учете школ и инспекторов по делам несовершеннолетних. По информации Гульнар Оразбековой, в этом году более 50 детей данной категории будут вовлечены в спортивную спартакиаду дворовых клубов. Соревнования на призы Акима города продлятся с июля и до середины сентября. Кроме того, в настоящее время 279 учащихся готовятся к международному конкурсу по спидкубингу, который пройдет в конце месяца. Планируется, что в нем примут участие не только представители Казахстана, но и учащиеся из Белоруссии, Украины и России.